а салам алейкум всем доброго и бодрого утра сегодня среда 13 марта мы выходим на смену время у нас 6 часов 7 минут первую очередь надо заправиться потому что за вчерашнюю смену мы не заправились вот поэтому прям надо идти на заправку заправиться и потом выходим на смену время 607 вот сами можете посмотреть красную загорелась нету ничего никакого палочки поэтому едем чтобы заправиться прежде чем начинать видео от вас требуется лайк подписка комментарий на мой канал а мы начинаем вам хорошего просмотра нам хорошей кассы поехали а вот вам сюрприз короче закрыта вот непонятно почему пересминка идет нету машины бензовоза не наливается бензин не знаю здесь невозможно заправиться поэтому едем в другой заправке чтобы заправиться что делать надо работать выйти на линии неизвестно за сколько минут они откроются поэтому едем на третий рабочий будет самая ближайшая заправка тот да не лучше едем на партизанский проспект который по односторонке там есть ннк и заправляемся через приложение по земной уже готов но нету бензина только что не было палочки вот появилась палочка один там не знаю не знаю почему так долго надо заправиться как бы посмотрим может полного бака заправляемся и это нам хватит на два дня если вы в поисках надежного парка то вам рекомендую одна из самых крупнейших сертифицированный таксопарк эксперт парк я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую одна из самых хороших таксопарков для меня самый выгодный вариант и для всех таксистов 50 рублей комиссию за сутки они подключать всех водителей тех кто хочет работать на доставке с курьером пешекурьером без проблем заказывайте термокороб термокороб доставляется по всей россии бесплатно у них 4 выда моменталок вы можете выводить свои деньги в любой время без проблем они начали работать с парковых самозанятых 40 рублей комиссия за сутки будет также можете вводить деньги без проблем за приведенного друга можете получить 1500 если обычным водителем тысячи рублей получаете за приведенного друга те данные будет в описании я оставлю ссылку внизу и вот здесь на экране будет номер телефона вы можете звонить написать вам отвечать живой человек они какой-то бот или робот звоните уточняйте подключайтесь работайте одна из самых крупнейших таксопарков в россии я вам рекомендую самого хорошего надежного парка теперь дальше будем посмотреть видео мы на заправке заправляемся через приложение 92 на 1500 нам это хватит сейчас надо посмотреть пятый колонка второго и на 1500 вот так все поставили колонку нажимаем оплатить подтвердить и все сейчас оттуда должны подтверждать и мы заправляемся на 1592 все идет заправка пятая колонка у нас все заправились полного бака 621 время приоритет у нас 18 выходим на линии радара надо подключить посмотрим все равно не было кэфа 7 часов у нас начинается лужи синие зоны короче чуть-чуть будем здесь подождать настроим радар запускаем и все у нас же все готово заправились полного бака наверное на два дня хватит все ждем заказа что-то я подождал где-то две или три минуты нет ни одного заказа не знаю почему нету заказа вроде у нас четко надо зайти на диагностику отключить эконом заряда хорошо сейчас будем отключить эконом заряда нет ограничения вот здесь где заказы где где заказывают вчера тоже был точно такой же случай с утра не было кэфа вот сегодня тоже так же у нас уже первый заказ едем чтобы подаваться на амурская какой был что здесь копали опять амурская 82 не знаю куда мы едем но едем чтобы подаваться первый заказ 626 через полчаса у нас начинается лужи ну как так можно заказывать такси не указано подъезда и . стоит непонятно где просто надо научить всем как правильно заказывать такси именно во владивостоке вот такие проблемы я знаю что в москве нету такого и еще я заметил те кто заказывает по комфорту по комфорт плюс зак ну пассажиры они уже указывает точку про я правильно как бы возле первого или второго третьего подъезда и в конечный адрес тоже также они показывают и указывают точные точки в пути были девять минут завершаем поездку сто семьдесят три рубля первый заказ за сегодня это у нас же следующий заказ кэфом плюс 10 едем что подаваться посмотрим куда мы едем время 7 часов 8 минут мы на луговой здесь тоже синие зоны получили заказ едем чтоб подаваться в пути были 29 минут завершаем поездку 400 должен быть поездка вот моя пассажирка знаете что она говорит я не хочу выйти из машины что делать если я выйду из машины я говорю это какой вопрос ну шутка или серьезно она говорит просто я не хочу на работу говорю ну придется вам выходить потому что мы уже приехали на ваш адрес а здесь кэфы горят в игр шельди нажимаем на линию по городу нету кэфа на но есть более-менее такой но все равно как-то слабовато лужи нормально 470 510 а мы на игре шельди ждем заказа если получаем по комфорту у нас комфорт плюс нету 110 эконом вот комфорт вам пожалуйста принимаем едем чтоб подаваться мы на месте ждем пассажира едем на красном знамени 25 а это займет где-то 30 минут они 17 показывает отлично я думал будет долго когда 17 минут и оттуда можно проехать на сине зома изначально короче обещали 17 минут мы доехали за 37 минут завершаем поездку 380 рублей это был по комфорту сейчас будем посмотреть лужи там 490 до 9 еще есть полчаса едем туда и принимаем заказа оттуда это будет примерно три километра будем пройти потому что кафе горят 110 но все равно этот заказ не будет 500 рублей если будет там 500 рублей то нам надо пройти там еще 10 или 13 километров случая еду туда может быть будет какой-нибудь короткий заказ надеюсь едем туда чтобы получить заказ лужи пока едем еще там пройдет где-то 10 минут наверно да где-то 8 40 там будем и принимаем заказ вот так сейчас будем написать пока что будем в пути как раз здесь пробок сейчас будем написать в поддержку потому что обещали 17 минут а мы доехали за 37 минут на 20 минут больше заходим и сейчас напишем написать в чат вот и написали ну как вы можете прочитать вот увидел свое друга он вот спрашивает что снимаешь видео я говорю да султан султанчик привет тебе короче нам дали промокод на сниженной комиссии классно вот спасибо как бы не зря мы написали вот надо проверить зайти и в разделе промокоды где один час со сниженной комиссии сервиса нормально короче но это можно использовать когда будет заказы там крупные имею ввиду ну когда будет такой заказ я буду вам показывать как надо использовать промокод потому что многие даже не знают как надо правильно использовать промокод давайте я сейчас буду вам рассказывать это всем интересно например вы приняли заказ где-то там в находку в усуриск с хорошим кэфом ну знаете что это будет заказ где-то там три четыре пять шесть где-то семь восемь тысяч рублей и вы можете не доезжая до пассажира например вы в пути уже и до пассажира там осталось где-то 500 600 метров нажимаете на линии то есть имея ввиду используйте промокод а используйте промокод потом нажимаете на месте и и ваш промокод активируется и за эту поездку не берет деньги яндекс 17 процента остается в вашем кармане ну еще 50 рублей если вы отдали уже в таксопарке ну уже это был вы где-то но это будет ваш 10 или 15 20 какой заказ не за и яндекс не забирает деньги парк тоже не забирает ни копейки чисто все остается в кармане они забирают всего лишь яндекс один рубль с этого заказа поэтому имейте ввиду это тоже хороший лайфхак а мы едем на синие зоны как и мы сказали время 8 40 уже нажимаем на линии мы на синие зоны отсюда будем получить заказы посмотрим как получится вот здесь можно припарковаться пока принимаем заказ ждем и поездка будет 490 ну более-менее когда у человека только экономик комфорт они катают лужи а те у кого комфорте комфорт плюс минивэн они не катают лужи буду у в инглаб стоять международный аэропорт принимаем почему бы нет едем в аэропорт потому что у нас нету никакого как сказать недельные там цели бонусы ничего нет поэтому будем откатать дальние поездки без проблем и я могу вам показывать этот промо код сейчас будем использовать вот ты его до подачи две минуты 1 и 3 километр когда остается 500 600 метров мы будем использовать промо код вот я буду вам показывать этот лайфхак в реальном времени вот все вот заходим на промо коды и будем применить и будем использовать промо код все у нас уже активирован наш промо код теперь едем до пассажира и нажимаем на месте не снимается от нас деньги как бы ну-ка да до 09 40 нормально нормально 09 40 мы едем нам написали что сказали что нас будут подождать возле магазин венглаб венглаб это снизу они не не это по левой стороны будет сейчас сейчас я вам показываю и без комиссии едем в аэропорт короче подъезжаем к пассажиру вот наш пассажирка написала что она будет нас ждать возле венглаб а вот она нажимаем на месте вот и наша пассажирка поехали едем в аэропорт пассажирка попросила зайти в магазин купить там алкоголь да вот 1346 рублей идет платное ждание и показывает 39 минут до аэропорта я посмотрел уже будет рейс с москвы и принимаем оттуда заказ если успеем не потеряем если промо кода по времени если успеем то будет вообще супер туда обратно мы едем и приедем обратно без ну мы ничего не будем отдавать в яндекс только отдаем там по 1 рубль 2 рубля за два заказа вот так посмотрим как получится время 10 часов 21 минут мы в пути час 38 доехали до адреса доехали до адреса как бы в аэропорт и пассажирка попросила чтобы отвезти ее обратно на жигура 26 я просто сказал что добавьте адрес чтобы был промежуточный . в аэропорт а обратно на жигура 26 она так и сделала мы проехали там 100 километров почти а по времени час 40 минут я потратил общее количество там суммы я не знаю сколько я сейчас вам буду показывать она еще сказала что оставила ничего у нее там были какие-то проблемы она сначала хотела там улететь куда-то потом кто-то звонил попросила ставить музыку и по телефону она разговаривала и сказала что обратно мне надо на ну во владивосток на жигура 26 откуда меня забирали и хорошо и был два раза мы зашли в магазин когда перед отъездом в аэропорт она покупала себе там алкоголь после приезда тоже так же вот мы зашли в не лап она покупала то что ему надо было я не знаю как бы непонятно вроде у него было хорошее настроение вроде было плохое настроение поэтому не могу что-то сказать но я выполнил свой как бы работу и как бы посмотрим сколько будет по сумме завершаем поездку 2 560 рублей теперь надо посмотреть и как бы уточнить по поводу промокода я же использовал промокод я сейчас вам буду показывать он сейчас обновляется пока мы едем куда-нибудь чтобы было вид хорошую что-то здесь прям солнце вот поэтому ничего не видно едем сейчас приедем где-то 100 200 метров где-нибудь останавливаюсь я вам буду показывать чё там как там вообще-то по промокоду короче вот такой случай у нас две тысячи пятьсот шестьдесят один рублей сто шестьдесят три рублей что не поступило на счет там написано что поступит до 16 марта общий час на кассе две тысяч четыреста девяносто семь рублей сборы 1 рубль вот комиссия сервиса за заказ ндс 0 процент от стоимости заказа один рубль мы только отдали с этого заказа общий у нас осталось две пятьсот шестьдесят ровно и еще там она сказала что оставила чивы ну не знаю вот такой был заказ жигура 26 на аэропорт из аэропорта обратно и мы зарабатывали две пятьсот шестьдесят один чистыми потратили 1 рубль вот вам сила промокода поэтому всегда старайтесь использовать промокод правильно у меня в другом парке есть промокод на восемь часов там по-разному три часа два часа час я буду использовать тот промокоды когда будет хороший лужи хорошие заказы когда кассин будет хороший и в тот момент я буду использовать этой промокоды по городу почти нигде нету кафе только там на тихий и на второй речке не знаю время действовать 6 наверное сейчас будем ставить кнопку домой и зайдем как вчера будем отдыхать и выходим чуть позже где-то за два за три часа не знаю но сегодня нету никаких дела просто могу зайти отдохнуть и выйти попозже и буду продолжать время 11 10 я еду домой поставил кнопку домой нет ни одного заказа нету кассента вот я при вас вот завершаю кнопку домой и буду вот уйти с линии когда выхожу на смену я вам буду показывать сколько у меня был там касса за сегодня до обеда до 11 часов короче и зайдем домой отдохнем и как раз будем доделать монтажа и ставим на загрузку видеоролика и вчерашний выпуск выходит в youtube короче а этот выпуск за через два или три дня стараюсь чтобы выкладывать чаши чтобы вам показывать что там как там потому что уже весна сезон начинается но как-то второй день подряд нету коэффициента с утра будет но днем вообще нету поэтому отдыхаем и выходим для вас это два или три секунды а для меня это два или три часа вот так время 14 05 мы выходим на вторую часть нашей смены 6 заказов 3600 на кассе выходим на вторую часть и будем работать до 7 как бы до ифтара и все и дальше вы можете посмотреть что будет как будет в концу видео поехали короче на второй части завершаем заказ первое это 7 в пути были 5 минут 163 рубля мы должны заехать к электрику потому что задние габаритные фары они не работают надо поменять лампочку честно говоря я сам не могу поменять поэтому есть знакомы вот сейчас туда еду и заменяем этой лампочки и дальше продолжаем смену просто ночью ездить так это некрасиво те кто едет сзади им не видно что когда я нажимаю тормоз и ну короче всегда машина должен быть в полном в порядке и а то если гаишники останавливают что может быть запишет протокол штраф будет 500 рублей а сейчас будем тратить там 300 400 рублей но зато для себя будет комфортно и не будет никакого штрафа еду туда короче это на багратион по адресу где-то полтора километра должен приехать с майора филиппова вот здесь вас будем поменять сказали что купить габаритные там лампочки и подождать десять минут все едем чтобы купить не знаю сколько стоит и поменяем лампочки вот и все купили сказали что 100 рублей по 50 обычный сейчас вот теперь будем ждать мастера но я сам не умею у меня знакомый он мне говорит что нужно поменять это легко как бы но для кого-то легко что-то для кого-то сложно кто-то в чем-то разбирается кто-то в чем-то не разбирается вот такие дела короче все заменили поменяли он показывал следующий раз как надо сделать а касса легко не так уж сложно но я не знал честно говоря поэтому потратили 400 рублей следующий раз если такой случай будет заменяем сами как бы выходим на смену что-то прям напротив у меня солнце поэтому ничего не видно ну кафе нету короче эконом 10 принимаем заказ и мичуринская улица 300 ну чё делать надо катать едем чтобы подаваться и 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 Завершаем поездку в Путебли 22 минуты. Это за сегодня 20-й заказ. Время и второе прошло, потому что я ездил на Игершельд, и там нигде было поесть. И принял заказ, и оттуда на второй речке, короче, вот приехал. Вот сейчас будем поесть. Это был 20-й заказ, я уже это сказал, наверное. Сейчас будем поесть, и продолжаем сегодняшнюю смену, вторую часть. Я вам буду показывать после ужина, после ифтара, сколько я зарабатывал до этого момента. Сегодня на ифтаре будет плов, вот такой у нас стол. Альхамдуллиля, всем приятного. Время 8 часов 35 минут. Мы уже поели, потратили где-то там, ну да, 35-36 минуты. Примерно вот так. Сейчас выходим на смену и отрабатываем где-то 2 часа. И зайдем домой. До этого момента у нас вот такой результат. 20 заказов, 7500 на кассе. Сегодня количество мало, но качество хорошее, потому что был аэропорт. Поэтому километраж уже 281 километр. Наверное, еще будет там 40-50. Ну, посмотрим, как получится. Выходим на линию, подключаем радар КЭФа. Наверное, КЭФы здесь 60-80. Вот так должен быть. Нам дают вот такой заказ. Слесная улица. Давайте будем пропустить. Не надо туда ездить. Плюс 70 был у нас. Ну-ка посмотрим, какой вообще-то КЭФ здесь. Запуск радара. 20 показывает. Мы принимаем этот заказ со дружбы, по комфорту. И дальше, наверное, это будет в сторону центра, либо в сторону где-то там. Ну, не знаю, посмотрим. Завершаем поездку. Это за сегодня перед последним будет, наверное. В пути были 10 минут. 225-330 должен быть, потому что мы приняли этот заказ центра и доехали на Калинино. Было два адреса. Отсюда будем ставить кнопку домой. Поехали. И когда будем возле дома, подведем итоги. Время уже 22.25. По кнопке домой нам дали вот такой заказ. Едем на пограничное. Из центра, наверное, точно будем на вторую речку ездить. Оказывается, перед последним заказом вот этот будет, а последний заказ будет до дома, короче. Наконец-то последний заказ. Красный знамен 43, потом на русское 83. И мы уже будем возле дома. И зайдем, подведем итоги, отдыхаем, чтобы завтра выйти по ранж. В пути были 15 минут. Это за сегодня последний заказ. Завершаем поездку. 252 рубля. 3, 2, сколько я даже забыл. 252 рубля. Время 11 часов. Сейчас припаркую машину и подведем итоги. Я знаю, многие смотрят мои видеоролики именно до этого момента. Потому что всем интересно, сколько я зарабатывал за смену. Мне самому тоже это интересно. Я вам буду показывать, сколько я зарабатывал. 29 заказов, 9167 рублей на кассе. Пробег у нас 344 километра. Знаете, что надо сделать, чтобы точно уточнить, сколько был расход бензина. 344 будем разделить на 19.5. И это будет, вот сейчас будет где-то канкулятор. Это будет почти 17 литров бензина. 17 литров бензин по 53 рубля. Это будет 950. Давайте рассчитаем 1000 рублей. В конце видео будет там полный отчет. Я вам просто на примере сказал, сколько вообще-то был у нас расход за бензин. 950, но 1000 рублей мы потратили на бензин. Еще остальные расходы я там буду написать. Я в таком хорошем настроении с вами попрощаюсь. Спасибо всем за то, что посмотрели эти видео до конца. От вас требуется всего лишь лайк, подписка, комментарий на мой канал. Берегите себя и своих близких. Это очень важно. С вами был Мирзялол Касимов. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok